Привет из Израиля! Мы продолжаем изучать пиркэ, вот, по учению отцов. Мы остановились уже аж на 12-й мишне из первой главы. Мы помним, что перед тем, как мы изучаем пиркэ, вот, мы говорим... Что это значит и почему в нашем первом видео из цикла нашего изучения пиркэ овост. Итак, 12-я мишна. Поехали! Гилель и Шавай получили туру от них. Гилель говорит... Будь из учеников Аарона, люби мир и добивайся мира, люби людей и приближай их к Тори. Каким образом проявлялась любовь Аарона к людям? Сказано, что Аарон, он мирил ссорившихся людей. Пара, которая поссорилась, друзей, которые поссорились. Как он это делал? Он подходил сначала к одной стороне, к одному человеку и говорил... Ты знаешь, ко мне только что подошёл туда второй человек, он так страдает, ему так неприятно, что он тебя обидел, ой, ты бы знал. В это время, после этого, он подходил к второму человеку и говорил то же самое. Ты знаешь, он так страдает, он так мучается, ему очень стыдно, наверняка он не хотел тебя обидеть. И тогда сердца этих людей растаивали друг к другу, и они, соответственно, мирились. Когда эти двое потом встретились, их ссоры как не бывало, и они обнялись. Праведному Аарону было непросто прибегнуть к обману, получается, он лукавил, чтобы добиться вот этого примирения. Однако, ради мира зачастую требуются экстраординарные усилия. Слова Гелеля основаны на наставлении его учителя Шмай, убеждавшего своих учеников любить труд. Ведь человек может принести мир другим людям только тяжёлым трудом. И если Аарону требовалось вот так вот, грубо говоря, лукавить, и прямо это труд, помирить иногда двоих людей, то да, надо трудиться. Люби людей! Это вообще самое главное правило. Любить людей, оправдывать людей, просто любить людей. Вау, такая, казалось бы, коротенькая фраза, всего два слова, но какая она ёмкая. Если Аарон чувствовал, что человек, с которым он имеет дело, ненадёжен, то обращался к нему приветливо, подружески и долго разговаривал с ним. Тогда человек мог устыдиться, думая, горе мне. Если бы Аарону было известно о моих дурных мыслях и тайных прихотях, он не относился бы ко мне так и не говорил бы со мной вот так наедине. И всё же, раз он относится ко мне как к достойному человеку, лучше мне самому измениться и оправдать его слова и мысли. Со временем этот человек становился верным учеником Аарона. Аарона, как иногда наш взгляд на ученика, на наших детей, наши слова им не пристыдить нашего ребёнка, не сказать, ай, как ты вот сделал, вот так-то ты всегда такой. Как ничем не было, поддерживая, заставляя его расцвести, как бы и нам было бы приятно. Сто процентов. Об Аароне говорил пророк Малахи. Тора истинная была в устах его, и несправедливость не пребывала на губах его. В мире и справедливости ходил он со мной и многих отвратил от греха. Аарон любил даже тех, кто не имел никаких заслуг. И чем единственным оправданием существования было то, что их сотворил Бог. Хотя Аарон был первосвященником святейшим из святых, он не считал ниже своего достоинства общаться с обычными людьми и приближать их к Торе. Для того, чтобы приблизиться к людям, нужно усвоить поучение наставника Гелена Шмайи. Ненавидь власть и почет. Привыкай любить других, даже если они злодеи, так, как будто они ближе к тебе, чем родные братья. Или, как говорит от имени Магеда Измежерича, любить ближнего означает любить даже закончивого злодея так, как если бы он был совершенным праведником. А как иногда это сложно сделать? Просто развивать в себе это чувство любви к каждому. И к себе в том числе. Без самокритики постоянной. В Мишне четко указано, сначала полюби человека, а потом приближай его к Торе. Сначала полюби, а потом приближай. Потому что любовь, она располагает человека к тебе, и тогда он готов принять. Не обословливай свою любовь тем, насколько тебе удастся приблизить его к Торе. Сперва полюби его без оговорок. Проявляй свою доброту по отношению к нему при любой возможности, независимо от его религиозности. Но если ты в самом деле кого-то любишь, ты будешь стремиться к тому, чтобы он приобрел Тору, что даст возможность его душе исполнить свое предназначение в этом мире. Бог поступил с нами так же. Сначала Всевышний Богословенон вывел нас из Египта, хотя наших заслуг было мало. Сказано, что евреи, когда находились в египетском рабстве, мы достигли 49 ступени нечистоты. Еще одна ступень, и все, у нас бы не было. И наших заслуг перед Всевышним практически незначительны. И только потом Всевышний привел нас к горе Синай и даровал нам Тору. Сначала он нас вывел из Египта. И потом уже, когда мы были готовы принять, мы сейчас находимся в период между Песохом и Шавот, когда у нас идет отчет Аомара, мы считаем их дни. Каждый день считаем до праздника Шавот, когда мы получили Тору на горе Синай, и улучшаем себя. Но это вот желание улучшать себя стало благодаря любви Всевышнего, когда Он раскрылся во всему миру и показал свое величие ради нас. Казалось бы, ради нас Сибирского народа раскрыл перед нами море. Десять казней вывел нас из Египта. Когда ты проявляешь доброту по отношению к ближнему, твоя возможность повлиять на Него возрастает. Именно поэтому говорят, сначала помоги материально бедняку, а потом уже можешь ему помогать, там, кать работу, еще что-то, накорми сначала любовь, и потом уже советы и так далее. Поэтому Маше порицает евреев только после того, как побеждает их врагов. К Тори, приближай их к Тори. Не допускай, чтобы твоя любовь к ближним приводила к манипулированию Торой ради удовлетворения их нужд. Пусть именно они приближаются к Тори, а не наоборот. Не искажай смысла Торы, как сейчас делают это в реформистских общинах. Они подстраивают Тору и заповеди под себя. Женщины, не дай бог, могут там читать Торы, и какое-то равноправие, и заповеди. Уже все исказилось. Нет, там Торы настоящие, которые мы получили на Грисинай. Все искажено. Не искажай смысла Торы, приспосабливая ее и к запросам. Представляем Тору во всей полноте и неприкосновенности. Бескомпромиссно. Даже если тебе кажется, что таким образом она потеряет для них часть своей привлекательности. Да, мы уже говорили, изучали, Мишни в прошлых видео, о том, что изначально, когда человек приближается к Торе, надо дать позитивную мотивацию. Тут тебе конфетка ребенку за изучение Торы, тут тебе стипендия в награду материальная, тут тебе поездка, тут тебе хорошая зарплата за Тору. Но Тору мы даем. Нельзя не давать Тору в том виде, в каком она есть. Это не значит, что ученик обязан придерживаться такого подхода к исполнению заповедей, при котором нужно делать все или ничего. Человек, волей и обстоятельств, не воспитывавшийся в духе Торы, может принимать на себя законы Торы один за другим. Однако, разумеется, это должно быть не все сразу. Наш Рэбе говорил, что не надо прыгать сразу на десятую ступеньку. Потихоньку. Ощущая себя, сколько я могу на себя взять, и мне будет это в радости. Обязательно. Но, что да, важно подниматься по ступенькам. Не стоять на месте. А, я на себя уже взяла, там покрытие головы, шабата. Пока что все. Понимает, что каждый день мне нужно становиться лучше. Каждый день. Мишна 13. Он часто говорил, тот, кто хочет прославить имя свое, теряет имя свое. Тот, кто не умножает свои знания Торы, теряет и то, что знал. Тот, кто не учит других, заслуживает смерти. Тот, кто использует корону Торы в своих интересах, исчезнет с лица земли. Итак, тот, кто хочет прославить имя свое, предыдущий Мишни призывает нас любить всех людей, приближать их к Торе. Столь заметная деятельность может вызвать чувство гордости и высокомерия. Поэтому Илель предостерегает против поощрения в себе этих качеств. Мы делаем то, что нам сказал Всевышний. Мы сосуд Всевышнего. Мы компаньоны Всевышнего. Всевышний дал нам эту задачу повлиять на кого-то, приблизить, использовать как-то наши таланты от само осознания того, что вау, я удостоилась быть полезной Всевышнему, нам должно быть хорошо. Но, когда мы начинаем хотеть прославить свое имя, начинаем возгордыниваться, да, или, как многие говорят, звездиться, это очень опасно. И, кстати, на самом деле, я, поскольку являюсь блогером, лектором, на каком-то этапе реально просто себя уничтожала морально в плане того, постоянно придиралась и говорила, вот я тут недостаточно хороша, тут, и каждый раз мне было прям страшно, и до сих пор мне иногда страшно, когда ко мне на улице подходят и говорят, ой, ты же Хана Зельсер, мы тебя знаем, мы подписаны, любим твои видео. И я сразу, я говорю, это все Всевышний, я никто, я всего лишь инструмент в руках Всевышнего, и дай Бог, я буду ему полезной. Я очень боюсь того, что что-то своего. Дальше сказано, тот, кто не умножает свои знания Торы, теряет то, что знал. Тот, кто не приобретает новых знаний Торе, забывает то, что уже знает ты. Более того, тот, кто не идет вперед и стоит на месте, он как будто бы идет назад уже по сравнению с тем, кто идет вперед. Предостережение Гилеля против высокомерия может заставить некоторых людей избегать расширения своих познаний в Торе и не стремиться узнавать новые толкования из-за страха, что это приведет меня к гордыне, если я буду много знать. Но Гилель убеждает людей, продолжайте учить Тору несмотря ни на что. Дальше сказано «И не учит других». Хотя Гилель предупреждает о том, что не стоит добиваться славы, он считает, что человеку не следует оклоняться от обучения других ради сохранения смирения. Иди в страх, даже если это рискованно, что ты получишь гордыню, ничего страшного, иди и делай. Главное обучать других. Дальше. Один хасид однажды пожаловал Сараби Доберу из Любавича о том, что преподавая хасидскую философство, он испытывает чувства похожие на тщеславие. Рэбе ответил «Превратись в луковицу, но разъяснять хасидское учение обязан. Чувствуй себя хоть кем, но ты должен продолжать это делать. А вот со своими чувствами будешь разбираться потом, как бы, это твоя работа». Подобно тому, что материальные ценности богатого человека на самом деле ему не принадлежат, поскольку он всего лишь казначей Всевышнего, через которого бедняки получают милостыню. Человек, обладающий сокровищами Торы, должен понимать, что он получил их для того, чтобы делиться с другими людьми. Ты знаешь, а, поделись с другим, а, ты посмотрел это видео, можешь этим поделиться, выучил что-то новое, поделись, и это постоянный поток энергии. Вау! Тот, кто хочет прославить свое имя, это высказывание Гилеля, которые говорят о том, что он в итоге его не прославит, именно поэтому нужно прославить имя Всевышнего. Помнить, что этот урок для прославления имени Всевышнего, чтобы каждый из нас получил удовольствие от прилепления ко Всевышнему, от святости, от связи со Всевышним. Итак, Мишна 14, он часто говорил, если не я для себя, то кто для меня тогда? А если я только для себя, то что я? А если не сейчас, то когда? Если не я для себя, то кто для меня? Можно унаследовать богатство других людей, но я не могу достичь личного совершенства через исполнение законов Торы, если не буду работать над этим сам. Наше моральное состояние, тактичность, воспитанность, это наш труд. Если не мы, то никто за нас это не сделает. Мы лучшим человеком не станем, если не будем трудиться для этого. Если я сам не буду направлять свое сердце к возвышенному, то кто сделает это за меня? Если я сама живу в пропагане, что вот религия управляет массами, если это, я себе даже не даю возможности это изменить, если я не читаю, не учусь, не советуюсь, не общаюсь с людьми. Я сам себя закрыл. Вдохновение не приходит извне, только я сам могу полностью контролировать свои поступки. Когда мы в интернете, в бешеном поиске, стараемся найти какую-то информацию, чтобы получить вдохновение, смотрим ролики других людей, чтобы найти вдохновение, какое видео мне снять, чтобы мне такого написать, на самом деле мы ошибочно думаем, что сейчас мы получим вдохновение. Вдохновение внутри нас, если мы наполнены. Поэтому важно себя наполнять добром. Если действительно я сам за себя, если я единственный, то кто может направить мою душу туда, куда я сам пожелаю, то, что я собой представляю? Какие благородные стремления мне удалось совершить? Какой вклад я сделал? Даже если я чего-то достиг, чего все это стоит по сравнению с тем, что я должен сделать, чтобы реализовать свои возможности? А если я только для себя, то что я есть? Чего я стою? Чего я стою, если я заботюсь только о себе, а не о нуждах других людей? Если не сейчас, то когда? Если я в юности не приобрел представления о морали и идеалах, то когда они у меня появятся? Я не получу их в старости, потому что к тому времени мне будет нелегко измениться внутренне, ведь благородные и низменные черты моего характера станут устойчивыми и постоянные. Как говорит царь, что он оставил юношу на путь его, и он не уклонится от него, даже когда состарится? Не надо ждать, что вот осенью я начну учиться, вот тогда я буду лучше, вот когда у меня будет больше времени, вот когда постарею. Нет, если не сейчас, то когда? Нет, потом, мы не знаем, что с вами завтра будет, дай Бог, все будет хорошо с каждым из нас, но кто знает, только молиться. Согласно другой интерпретации, если не воспользоваться настоящим моментом и не выполнить уникальную задачу, которую важно решить именно сейчас, то как потом повернуть время вспять? Есть потрясающая история, один человек, еврей, которого посадили в тюрьму и приговорили к казни, он попросил, чтобы ему дали последний шанс выполнить какой-то заповедь, и он спросил у своего раввина, какую заповедь мне исполнить, может быть попросить, чтобы мне дали кусочек мацы, зажечь свечу, может быть попросить, чтобы я дожил до шабата и зажег шабатные свечи. На что Ровен ему ответил, не надо ждать, какая заповедь лучше, делай сейчас ту, которую ты можешь делать на данный момент времени. Сейчас, что я могу сделать сейчас? Для моей мечты, для своих желаний, для желаний Всевышнего, для моего самого развития, для моего самого улучшения, что я могу сделать? И делать, обязательно делать, воспитывать в себе чувство личной ответственности. Итак, пятнадцатая Мишна, что, прочитаем еще пятнадцатую давайте? Так, Шамай говорит, постоянно изучай Тору, говори мало, а делай много, и встречай всякого человека приветливо, постоянно изучай Тору, пусть изучение Торы будет твоим главным занятием, все остальное должно быть на втором месте. Если ты преуспеваешь в других занятиях, прекрасно, если нет, невелика потеря. Твоим главным делом днем и ночью должно быть занятие Торай. Разумеется, что мы работаем, у нас много времени уходит на работу, на самореализацию, на быт, на семью, на зарабатывание денег, но вы должны помнить, что наше самое главное желание и выделять, хотя бы сказано, что должно у каждого человека быть постоянное время на изучение Торы. Каждый вторник вечера я изучаю Тору, каждый понедельник вечера я изучаю Тору, каждый день я 20 минут уделяю, чтобы в интернете включить какой-то урок и изучать Тору. Каждый день. Даже если ты можешь посвящать учебе только немного времени каждый день, она должна быть постоянной. Вы должны помнить, в этот день у меня урок Торы. Раз в неделю, раз в месяц, неважно, но как подходит каждому из нас. Кроме того, пусть твой подход к Торе будет единым, не будь строг по отношению к себе и снисходительным к другим людям или наоборот. Говори мало. Праведник говорит мало, но совершает много. Подобно Аврааму, который, пообещав гостям немного хлеба, подавал им масло, молоко, мясо и хлеб из трех мер лучше муки. Злодей же обещает много, а не подает и самой малости. Подобно Эфрону, который на словах был готов отдать Аврааму все, что угодно, даром, а на деле потребовал огромную плату. Дальше. Встречай всякого человека приветливо. Насколько это важно иногда улыбнуться, сказать доброе слово, почувствовать, что тебя рады, тебе улыбнулись. Мы только у нас, у людей, есть такой талант, скажем так, такая возможность своим лицом и эмоциями изучать это тепло, любовь к другому. Мама, когда наклоняется над кроваткой ребенка, если она в этот момент злая и кричит, он сразу плачет. Если мама говорит, агу, ты мой сладкий, такой маленький, ребенок сразу, мама, ты моя любовь. Это такая нежность. И это то, чем мы можем делиться с другими. Так, приветливо, хотя прежде всего тебе следует заниматься Торой, и это занятие требуется средоточность и уединение, не становись отшейником. То есть в то время, когда нам говорят о том, что ты должен изучать Тор, при этом говорят, но ты должен заботиться о других людям, относиться добродружелюбно каждому человеку, даже если нет никакой выгоды тебе от дружбы с ним. Говори с людьми вежливо, не возвышай себя и так далее. Постоянное изучение Торы. Бен Ишхай истолковал эту Мишну так, изучать Тору с подобающими намерениями, чтобы то, что ты поймешь во время учебы, осталось навечно. То есть передавалось бы из поколения в поколение я. И делиться этим, со своими детьми, со своими домочадцами, обмениваться этим, и делиться этим с другими. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь с другими. Пусть будет больше святостей. Мы остановились на шестнадцатой Мишны. Это значит, что в следующий раз мы уже заканчиваем эту главу. У нас осталось три Мишны, и мы заканчиваем первую главу. Ура, ура, ура! До встречи в следующем выпуске. Шахат шалом!